МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. С новосельем! Переселенцам из аварийного жилья вручили ключи. Полвека на переднем крае науки. Чигу отмечают юбилей. Покров день. Завтра большой православный праздник. Четвертый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Чебоксарах завершается. Сегодня ключи от квартир получили новоселы, домов по улице Магнитского и в микрорайоне Соленоя. Поздравляю новоселов! Глава Чуваша Михаил Игнатьев напомнил. Это одна из самых масштабных программ в сфере строительства в России. В 2013 году мы начали переселять граждан из аварийного жилищного фонда, не аварийный жилищный фонд. И пошагово, поэтапно, ежегодно сотни семей у нас переселялись. Мы получали федеральные средства, с регионального бюджета средства выделяли, муниципальные образования подготавливали, соответственно, земельные участки, соответствующие коммуникации. И в целом, если взять стоимость этой программы, в течение 5 лет, это около 5 миллиардов рублей. В доме по улице Магнитского новые квартиры получили около 200 семей. Супругам Зайцевым повезло. Ключи им вручили в числе первых. Квартира полностью готова к заселению. Свет, отопление и вода подведены, обои поклеены. Все открывается? Применяли? Не проверяли. Открывается. А у вас не курием? Сказать, что рады, значит, ничего не сказать, признаются новоселы. По сравнению со старым жильем, это двухкомнатная квартира хоромы. Воды не было, туалета нет, на улице было все. Воду выливать тоже на улице. Воду таскать надо, выливать. Ну, все на улице. Всего в Щебоксарах в рамках четвертого этапа программы сносятся 112 ветхих и аварийных бараков, в которых жили 984 семьи. Для них построено 5 домов. К новоселью готовится и в микрорайоне Соленое. Получив ключи от квартиры номер 13, 13 октября, хозяйка решила, что отныне это будет ее счастливое число. Именно о такой квартире она и мечтала. Есть и пожилые люди в семье, мама пожилая, чтобы этаж невысокий был. То есть все угадали, абсолютно все угадали. Удачно, все удачно. Спасибо огромное всем, администрации, главе республики. Всем, всем огромное спасибо за такую программу. Столичные власти заверяют, со временем Соленое превратится в комфортный микрорайон. Это новый микрорайон. И здесь застраиваются еще два новых микрорайона, которые будут предусматривать около 400 тысяч квадратных метров жилья. Здесь будет стоять много домов, здесь будут торговые центры, здесь планируется строительство детского сада, а в перспективе возможно строительство школы. Республиканские же власти обещают, граждан из ветхого и аварийного жилья будут переселять и впредь. На смену этой программе придут другие проекты. Планируем реализовывать уже новую программу по аварийному жилью. В каком виде она, скажем так, будет реализована, мы узнаем уже в течение 2018 года. Эти меры будут разрабатываться. Но могу сказать одно, самое важное направление, здесь будет принцип, скажем так, социальный. Очень важно это учесть. То есть в зависимости от нуждаемости непосредственно самих жителей и граждан. В целом, на сегодняшний день в республике порядка 300 домов находятся в данном реестре. В понедельник в администрации Калининского района получат ключи остальные переселенцы. Оформление документов практически завершено. Елена Гальпеина, Игорь Зверев, Республика. Завод «Промтрактор» не приостановит свою деятельность при любом развитии событий. Сейчас во Внешэкономбанке намереваются запустить процедуру банкротства концерна. В Минэкономразвитии Республики отмечают, от этого чебоксарское предприятие только выиграет. Руководитель ведомства Владимир Аврелькин в интервью нашему телеканалу отметил, что завод «Промтрактор» в перспективе может стать частью концерна «Росттехнологии». Производство бульдозеров здесь сохранится, но главная задача – нарастить объемы. Кроме того, Внешэкономбанк намерен открыть новую кредитную линию для чувашских заводов. Недавно вышла новость о том, что Внешэкономбанк подал в арбитражный суд города Москвы на признание концерна «Росттехнологии» банкротом. Это длительная процедура, это не значит, что свершилось или свершится в ближайшее время. Это очень тяжелая и, еще раз говорю, это по времени затяжная процедура. Сегодня вокруг концерна нагнетается негативный фон. Негативный фон – оппозиции, сами люди формируют. Вот это неправильно. Неправильно, потому что, и я в прошлый раз высказывался, и у нас и глава республики говорит, что процедура банкротства – это не значит, что приостановление деятельности компании. Это заморозка штрафов, пении, делается для этого. Это одна из процедур оздоровления предприятий. Это все делается для того, чтобы в последующем влить в крупную компанию и загрузить предприятие и работать. Челябинск тракторный завод не выпускает сегодня ту линейку, которую выпускает наш тракторный, промо-трактор. Промо-трактор вагон выпускает иную линейку, чем выпускает Уралвагонзавод. Поэтому они дополняют друг друга и выходят с новыми продуктами на рынке, усиляют себя. Кроме того, сегодня принято решение в Нешэкономбанке о выделении еще дополнительных средств для того, чтобы погасить налоги, погасить задолженность по энергетике, которая сегодня присутствует. Но неужели если бы банк шел бы на дополнительные траты, если бы в планах было закрытие завода? Понятно, что никто бы не шел. Даже если у некоторых витает мысль о том, что банкротство – это знать закрытие предприятия. Ну, представьте, что вы собственником являетесь, вернее, тем, кто хочет купить завод. Вы платите за них деньги для того, чтобы потом завод просто порезать и сдать на металлолом. Вы не вернете даже тех вложенных средств, которые купите сейчас. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с деканом историко-географического факультета Чувашского государственного университета Олегом Широковым. В июле этого года он возглавил филиал общероссийской общественной государственной просветительской организации «Российское общество знания в Чувашии». Директор филиала Олег Широков рассказал о задачах, которые стоят сегодня перед организацией. Вот это было создано общество новое по указу Владимира Дмитриевича Путина в 15-м году. Он сам был свидетелем того, как работало общество знаний в свое время. И восстановить на совершенно новых началах. Какое оно должно быть? Современное. Она должна быть более мобильная. Она должна учитывать, что называется, тонус, пульс. Михаил Игнатьев выразил уверенность, что свежие идеи проекта филиала «Российского общества знания в Чувашии» позволят вывести его работу на новый, более высокий уровень. И с учетом того, что сейчас студентами работаете, школьниками работаете, тоже хорошо. Но и нельзя забывать нам взрослым населением, потому что живые встречи дают они другой результат. Одно дело информационные технологии развиваются, много информации. А когда люди общаются, люди задают вопросы, и на эти вопросы люди отвечают в живых аудиториях, это другая атмосфера, другие отношения. Глава Чувашии обратил внимание, что можно разработать социальные проекты, которые будут действительно востребованы в современном обществе. Чувашский государственный университет имени Ульянова отметил юбилейную дату. Ведущему научному, образовательному и культурному центру республики и страны исполнилось 50 лет. ЧГУ имени Ульянова создавался на базе Волжского филиала Московского энергетического института. Тогда в его структуре было всего 7 факультетов, где обучались более 5000 человек. Сегодня ЧГУ – это 16 факультетов и более 18 тысяч студентов. Образование в ВУЗе, кроме россиян, получают молодые люди из 45 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ. Диплом ЧГУ сегодня котируется достаточно высоко. Вы легко найдете сегодня массу организаций, где ведущие и главные специалисты составляют 90 и более процентов. Это выпускники нашего УЗа. Это о многом говорит. Примеры из современности. Дорогие друзья, Крымский энергомост – уникальный объект со всех позиций. Не только с точки зрения строительных конструкций. Энергомост крымский делают наши выпускники сегодня. За эти годы университет подготовил более 113 тысяч специалистов с высшим образованием. Сегодня ЧГУ – инновационный ВУЗ, интегрированный в экономику региона и страны. В ВУЗе реализуются современные образовательные программы, используются передовые технологии. В научной работе активно принимают участие молодые сотрудники университета. Иван Бардасов дважды получал грант президента страны. Примерно 4 года назад был первый грант президента Российской Федерации. Его вручали за синтез новых соединений, которые могут впоследствии пригодиться в области медицины и технологии. А второй президентский грант был вручен тоже по теме химии за разработку методов синтеза соединений, только с использованием растворителя в качестве растворителя воды. Это как более экологичный растворитель, чтобы было меньше выбросов в окружающую среду. Самым крупным федеральным проектом в Чувашском госуниверситете стал инжиниринговый центр транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. На него было выделено 100 миллионов рублей. Разработка трех ученых ЧГУ в 2013 году вошла в сотни лучших изобретений страны. Тогда на кафедре прикладной физики и нанотехнологии получили новое вещество – линейно-цепочечный углерод СП-1. Далеко за пределами республики известна и наша электротехническая школа. Когда университет создавался, строился, взяли направление электроснабжения и по разным другим потом специальностям. И ведь это дало мощный толчок для развития реального сектора экономики. Сегодня, ответственно могу сказать, организации электротехнического кластера, а их там более чем уже 40 организаций, конкурируют с мировыми компаниями, которые производят товары электротехнического назначения. Сегодня, если взять защиту, автоматику производства микропроцессорных изделий, на федеральном рынке, федеральной энергетической системы нашей предприятии занимает 45%. Это направление 50 лет назад как правильно было выбрано. Сейчас в Чуварском государственном университете работают более тысячи профессоров и преподавателей. Вместе со студентами вуза они формируют новый индустриальный облик республики. В это воскресенье отмечается День работника перерабатывающей промышленности. В честь этого в Канажском районе прошло выездное заседание Союза ветеранов агропромышленного комплекса «Чувашия». Этому общественному объединению более пяти лет. В него вошли люди, всю жизнь проработавшие на земле, чей опыт интересен даже сейчас, когда технологии развиваются стремительными темпами. Крупные предприятия, фермерские хозяйства, личные подворья. Аграрная отрасль республики представлена разными формами хозяйствования. Ветеранам показали, как работает агрофирма «Пионер» в Канажском районе. Здесь совершенно новая форма организации труда. Здесь уже бизнес начал заниматься сельским хозяйством. Бизнес входит в сельское хозяйство только тогда, когда бизнес выгоден. Это говорит о том, что сельским хозяйством можно заниматься. Здесь можно получать и прибыль, можно достичь любой цели, которую ставишь. В этом году в Чувашии собрали рекордный урожай – более 700 тысяч тонн зерна. Показатели сельскохозяйственного производства республики с каждым годом растут. Честно говоря, мы такой урожай не ожидали. Нам дали в Венесе в Ход России план 580 тысяч тонн. Мы должны были собрать самый большой валовый сбор зерна. Это в Яльсовском районе больше 60 тысяч тонн. Севильский район пока второй идут, тоже больше 60 тысяч тонн. Такие встречи – хороший повод обсудить перспективы развития отрасли, прислушаться к мнению профессионалов. Рифат Фатколин, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Без капусты не останемся. Фермеры из Козловского района готовятся собрать хороший урожай капусты. В хозяйстве Семеновых уверены, что запасов хватит не только на район. Часть продукции они предполагают реализовывать в Чувашии и в Татарстане. О ближайшем будущем мечтают выйти и на зарубежный рынок. Все подробности в сюжете Олеси Русаковой. На сегодня задача такая. Сейчас погода стоит теплая, поэтому будем убирать засолочные сорта. Режем аккуратно, оставляем 2-3 мм кочерыжки. Капусту не бросаем, не кидаем. Все, начинайте. Трудовой день у молодого, но уже опытного заместителя главы хозяйства Эниш Ивана Семенова начинается с первыми лучами солнца, а заканчивается как придется. Сейчас в поле не теряют ни минуты. Срезка кочанов здесь производится по мере вызревания вручную. Чем так ходить? Вот так берем, срезаем, вот так берем и кладем. Большую часть капустного поля занимают поздние сорта. Такие сохраняются после срубки до следующей осени. В разгар сезона рук не хватает, поэтому на помощь привлекают всех желающих. В хозяйстве помимо капусты выращивают не только привычные помидоры, огурцы и картофель, но даже арбузы и дыни. Наше предприятие существует с 1999 года, когда мой отец начал работать на двух гектарах земли. Постепенно предприятие развивалось, расширялось. На сегодняшний день у нас около 1200 гектаров земли. Этот цех для квашения капусты в хозяйстве построили 6 лет назад. Установили современное оборудование. Овощи перерабатывают по самым разным рецептам. Шинкуют кочаны соломкой, кубиками или вовсе измельчают. Раньше работали вручную. Теперь купили нам машину шинковальную. Легко работает, совсем облегчился наш петрус. В цеху всегда царит стерильная чистота. Несмотря на современные технологии, некоторые вещи здесь делают все же ручную. Квасится капуста в собственном соку при определенной температуре. Эту капусту мы квасили три дня тому назад. На сегодняшний день идет процесс брожения. У руководителя хозяйства Василия Семенова планов много, но и проблем хватает. Помещений у нас катастрофически не хватает, потому что мы производим качественную продукцию. Она у нас очень востребованная. Мы можем пару раз больше произвести капусту, только хранить негде. Нам нужно помещение для зерна, для техники, для ремонта. Вообще новая контора нужна. Нам тут тесно. Как Бог даст, будем развиваться. Тут местный фермер немного лукавит. Всевышний всегда в помощь. Но без выверенной логистики на сельскохозяйственный рынок не пробьешься. А в семействе Семеновых она выстроена детально. Олесь Русакова, Александр Петров, Арен Аговелян, Республика. Информация от наших коллег из МВД Почувашской Республики. Разыскивается Солонин Денис Борисович, 1984 года рождения, житель Самарской области. Последний раз его видели в городе Новочебоксарск. Приметы. На вид 30-35 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие. Был одет в джинсы темно-синего цвета, клетчатую рубашку, куртку, пуховик с капюшоном, мокро-песочного цвета, синими вставками, ботинки коричневого цвета. Особые приметы. На лице слева пигментационные пятна. На среднем пальце левой руки татуировка в виде перстня с короной, нос искривлен. Просим всех, кто располагает информацию о его местонахождении, сообщить по телефону 02-102 сотового телефона. Завтра все православные отмечают главный праздник осенью – Покров Пресвятой Богородицы. Ежегодно он приходится на 14 октября. Если обратиться к истории праздника, то в ней рассказано, как Дева Мария раскинула над верующими Покров и защитила их от безбожников. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Семьи идут в церковь и ставят свечи. Девушки молятся, чтобы Господь послал им хороших женихов. Также в этот день пекут блины. И прежде чем сесть за стол, хозяйка должна обойти все углы с блинами, читая молитву Пресвятой Богородицы. С этим праздником связано множество примет. Говорят, что зима будет такой, какая погода будет на Покров день. По примете, если в этот день попадает снег, то и 8 ноября будет снежно. А если нет, то и к 7 декабря снега не видать. Судя по погоде, зима в Чувашии в этом году наступит еще не скоро и будет теплой. Ежегодно фирма 1С совместно с ведущими партнерами проводит всероссийский профессиональный конкурс среди бухгалтеров коммерческих организаций и бюджетных учреждений, IT-специалистов, кадровиков и других пользователей 1С. В этом году финал прошел в Чебоксарах. Как это было, узнаете прямо сейчас. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. В борьбе за звание лучшего пользователя информационной системы 1С и ТС традиционно соревнуются тысячи знатоков своего дела. В этом конкурсе специалисты не только повышают профессиональный уровень, но и проявляют творческие способности. Почему важен этот конкурс? Потому что он развивает профессиональные компетенции, прежде всего. Это очень стимулирует конкурсантов развития, тем более людей активных, которые стремятся повышать свой профессиональный уровень. Плюс важная составляющая конкурса – это еще и творческое задание, которое есть на каждом этапе. Бухгалтерам, кадровикам и айтишникам пришлось писать эссе и сочинения о своей работе. Обязательное условие – использовать терминологию 1С. Темы были самые разные – от открытия продажи мороженого до увольнения с работы. Главный бухгалтер школы Алена Токарева из республики Коми справилась со всеми заданиями на отлично и победила в номинации «Бухгалтерский налоговый учет». 1С же дает не только программу для бухгалтерского учета, но и сервисы, которые облегчают работу бухгалтеров. Можно спокойно отправлять из 1С отчетность, можно работать из любого места мира, не возя с собой всю базу. Можно хранить ее в облаке, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств ничего не случилось с самой базой. У ИТС более 20 сервисов. Миллионы специалистов решают свои задачи с их помощью быстрее, эффективнее и с наименьшими затратами. Этот ресурс содержит практические рекомендации по применению налогового, бухгалтерского, трудового законодательства и пошаговой инструкции по настройке и работе в программах 1С. Всегда, когда возникают проблемы, сложности в работе, когда я консультирую пользователей, я обращаюсь к 1С ИТС. И конкурс дает возможность лучше изучить его, еще более полно узнать. Недавно готовился на днях конкурса и узнал еще много нового, хотя вроде бы все узнал до этого. Поэтому я рекомендую тем, кто пользуется программами 1С, для кого важно знать изменения законодательства, использовать ИТС и участвовать в конкурсе. Я думаю, что любой может победить. Достаточно поверить в себя и приложить усилия подготовиться. Конкурс призван объединять. Благодаря живой творческой атмосфере участники конкурса могут общаться с единомышленниками, заводить новые знакомства в деловой среде, становясь частью сообщества профессионалов 1С и ТС. Всех финалистов, вице-победителей.